810-й день войны. Свежая сводка с Русланом Левиевым, в которой сегодня довольно много новостей. Ну, во-первых, это, конечно, то, что убрали Шойгу. Он больше не министр обороны. Вместо него будет Белоусов. Дальше это, конечно, активные боевые действия в Харьковской области, куда зашла российская группировка «Север». Руслан Левиев полагает, что Харькову ничего не угрожает. Боевые действия, которые там происходят, имеют очень ограниченный масштаб. И по факту какой-то серьезной угрозы российская группировка там не несет. А то, что происходит, это полуинформационная, полуотвлекающая операция, которая вряд ли может завершиться успехом. Подробности слушайте сегодня в сводке. Ну и говорим про дом в Белгороде, по которому ударило российское оружие. Версии 2. Это либо российская зенитная ракета, либо российский ФАП. Но в любом случае, уничтожение подъезда дома в Белгороде, к сожалению, с погибшими, это прямое следствие применения России оружия. То есть это вооружение, которое было использовано Россией. Подробности исследований сайте на эту тему с подробными схемами и картами тоже в сегодняшней сводке. Вы можете поддержать ее лайком, комментарием, подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать ролик. Ну и поддерживайте сам канал на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. Ну а вот наш разговор с Русланом Левиевым. Ну, по Шойгу, как видите, тут я был совершенно неправ. Сколько я раздавал комментариев и был абсолютно уверен, что его никуда в отставку не отправят. И ни с какой позиции его не снимут. И потому что вроде бы как новостной фон в плане войны для Шойгу вроде бы как благоприятный. То до этого был прорыв, как это называют, обороны или фронта под Авдеевкой иначе. То теперь начинается наступление в Харьковской области. Казалось бы, вроде бы все успешно, но с должности сняли. Плюсы я искренне считал, что все-таки в нынешние времена, на фоне в 2020 году сначала ковида, а теперь на фоне войны, наверное, все-таки Путин очень бережит вот этим самым близким кругом людей, которым он прям полностью доверяет. Что в этом ближнем кругу должны быть люди, в которых он полностью уверен, что они его не стукнут по башке табуреткой. И, наверное, в нынешние времена, как я предполагал, опять же, таким людям должно прощаться там гораздо больше. То есть я бы предполагал, что тому же Шойгу простили бы даже, не знаю, там, потерю какой-нибудь крупного занятого города давным-давно. Не знаю, Мариуполя условный какой-нибудь. И все равно бы оставили на месте. Просто потому, что он там супер доверенное лицо. Но вот, тем не менее, его сняли. Ну, как говорят, что некоторые считают, что это повышение, потому что он стал секретарем Совета Безопасности, занял место Патрушева. Но, опять же, как вы видите, я в этой политологии вообще ни хрена не смыслю. И в этом плане, как видите, даже ошибся. В плане того, что я был уверен, что Шойгу не снимут. Но вот... Не кори себя, нет никого, кто бы не ошибся со смены на Белоусова. Вот там даже те, кто ожидали отставки Шойгу, скорее надеялись на нее, как Z-военкоры. И они тоже, конечно, совершенно другого варианта не ожидали. Поэтому, да, это тот случай, когда абсолютно все не предугадали такого довольно странного, нетипичного для Путина действия. Ну, и не спрашивайте меня про Белоусова, я, опять же, про него вообще ничего не знаю. Какой-то абсолютно гражданский такой чиновник. Но вижу комментарии Пескова, что нужно было поменять на Белоусова, потому что времена такие тяжелые. Нужны инновационные решения внутри Минобороны. Плюс с учетом всей этой войны нужно как-то вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента. Потому что сейчас, как говорит Песков, бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, то есть составляет 6,7% ВВП. Но это пока что не критично. То есть, как бы его мысль такая, что уже расходы большие, пока что они вроде бы не критичны, но надо уже как-то там думать, резать косты и так далее. Видимо, вот в этом была логика. Поэтому не знаю, как это может отразиться на войне. Особенно, конечно, сейчас мы все, я думаю, задаемся вопросом, снимут ли Герасиму. То есть, поставят ли Белоусов своего начальника генерального штаба. Вот тогда уже можно будет думать о том, как это повлияет непосредственно на ход боевых действий. Ну, нам остается в этом плане только смотреть и следить. Вот, ну, дальше. Другая, конечно, одна из таких самых важнейших тем, которая, наверное, сейчас у меня займет много времени по пересказу. Это обрушение подъезда в Белгороде, в жилого дома на окраине Белгорода. Сразу, короткий сразу вывод. То, что наше мнение, мы в нем практически уверены, что прилет был с северо-востока от дома. И, соответственно, либо это могла быть зенитоправляемая ракета, то есть это комплексы противовоздушной обороны. Либо авиабомба ФАП с УМПК, которая вот так вот сбойнула в очередной раз и опять упала на Бергород. Плюс-минус равна по вариантам либо ЗУР, либо УМПК. То есть, подожди, в любом случае, типа, российское оружие. То есть, даже не перебито зениткой ракетой, а прям российская непосредственно ракета. Да, то есть, вариант, как я видел в некотором титре, люди писали, что, типа, допустим, летела украинская точка, Ее перехватила российская зенитная ракета, и поэтому она каким-то образом упала таким образом, что оказалась с северо-восточной стороны дома. Это как-то прям совсем суперневероятно, нам кажется. Это же версия Минобороны официально. Да, то есть, я подчеркиваю. Ну, они не говорят про там северо-восток или юго-запад. Они просто говорят, что в результате сбития украинской точки У, значит, по подъезду прилетели. Ну, давайте теперь сначала пойдем по порядку. Вот основные моменты, ключевые, я вам покажу, как мы пришли к этому выводу. Одна из видеозаписей, где мы видим обрушившийся подъезд в Белгороде, здесь вы смотрите на внутреннюю сторону дома, я буду ее так называть, потому что она выходит как бы из сторону двора, и эта внутренняя сторона дома, особенно обрушившийся подъезд, смотрит в сторону юго-запада, то есть, в сторону границы с Украиной. Опять же, вот еще одна съемка. Здесь просто бы я обратил ваше внимание на то, что вот на здании, где вот этот подъезд обрушился, рядом нету такого, вы сейчас увидите, секции бетона с узором. Вот этот важный момент. Видите, здесь обычные окна, обычные балконы около подъезда. Вот, и это внутренняя часть двора. И, соответственно, если на Яндекс-картах есть удобная такая функция, она показывает, где расположены подъезды дома. Как видите, у двух секций дома подъезды находятся во внутренней стороне, там, где двор, а у двух других секций дома подъезды находятся с наружной стороны, то есть, с северо-востока. Вот, и именно как раз-таки вот по одному из наружных подъездов попал, что-то попало, что-то взорвалось. Он один из них именно обрушился. И именно по этой причине, вот на обрушившейся части, с внутренней стороны, вы не видите того бетонного узора. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот, собственно, слева вот вы видите тот самый бетонный узор, скажем так. Он как раз-таки находится там, где находятся подъезды. И это мы сейчас смотрим как бы с северо-востока на дом. То есть, мы смотрим, как бы находимся с внешней стороны дома сейчас. И смотрим на обрушившийся подъезд. Так, ну и здесь я вот сейчас бы особенно важно отметил. Ну, это отметили вообще все, конечно же. Все исследователи это отметили, что нету стекла, нету стекла, нету стекла, нету стекла. Ну, короче, вообще все-все-все-все с первого по девятый этаж везде окон нету. Плюс я бы отдельно отметил по части оконных рам. Вот посмотрите, вот здесь вовнутрь рама. Вот здесь видно там внутренняя рама. Вот здесь вовнутрь раму уходит. То есть, показывает, что выбило вовнутрь. А если мы вернемся к кадрам именно со стороны двора, то есть со стороны юго-востока дома, что там видно? Там вот видно, опять же, включаем этот кадр. Это смотрим с юго-востока, то здесь вот они. Целое окно, целое окно, целое окно, целое окно. Короче, все окна целые. То есть, это уже как бы главный такой момент, который показывает, откуда прилетел снаряд. И дальше тут тоже еще можем посмотреть следующий кадр. Съемки из квартиры внутри. Снимает житель квартиры. Видим, опять же, раму окна, лежащего внутри квартиры в одной комнате. И во второй комнате вот тоже рама окна внутри и лежит. То есть, это окно упало вовнутрь. И человек подходит к окну, смотрит наружу, и там как раз видны гаражи. А гаражи находятся с внешней стороны здания, с северо-востока. То есть, опять-таки, мы понимаем, что взрывная волна шла со стороны северо-востока в юго-запад. То есть, как бы туда, в сторону юго-запада, как бы прилетела и ударила. Это для нас такой главный-главный момент, показывающий, откуда был, собственно, прилет. Плюс, опять же, есть на некоторых видеозаписях видны, сняты вблизи сами гаражи, которые, напомню, находятся с внешней стороны, со стороны северо-востока. И там, опять же, видны вмятые вовнутрь двери. То есть, перед ними находится дом, и со стороны дома в них полетела взрывная волна, и эти двери просто вмяло внутрь. И опять же, на этой видеозаписи, где видны гаражи, камеру поворачивают, и опять мы видим обрушившийся подъезд и этот узорчатый бетон, что еще раз доказывает правильную геолокацию, что попало именно по секции дома, у которой подъезды снаружи. Потому что я видел, сейчас спорил с одним из пользователей Твиттера, который говорил, что, типа, да нет, попало вот здесь, где метка стоит, там находится арка, на самом деле, якобы попало туда. Но это, на самом деле, ошибка, из которой люди путаются, из-за этой узорчатой секции бетона. На самом деле, прилет был в северо-восточную сторону дома. Дальше. Вот, собственно, мы разобрались с окнами, которые с внешней стороны вообще все выбиты, с внутренней целы, ну, большинство из них. Плюс мы видим выбитые вовнутрь с северо-востока оконные рамы. Это вот самые главные моменты. Плюс мы видим с северо-восточной стороны вмятые двери гаражей. Что еще, тоже важно, есть видеосъемка непосредственно взрыва. Видеосъемка идет со стороны другого здания. Она смотрит, опять же, на внутренний двор этого здания, где обрушился подъезд. Вот мы видим стену дома, видим здесь и время, 11.20. Конечно, мы не знаем, насколько оно точно, но здесь время могло быть и не точно. Но это не так важно сейчас. И дальше, собственно, происходит взрыв на уровне нижних этажей, как видите. И все разлетается вот такую вот там пыль, дым, осколки и прочее. Но здесь особенно важно, если приблизить кадр, вот в этот, сначала до основного взрыва. Вы можете заметить, как будто бы откалывается кусок балкона, и он так отлетает. И только потом следует, собственно, сам основной взрыв. То есть мы видим, что сначала идут разрушения, там буквально доля секунды, и только потом основной взрыв. То есть опять же, говорит о многом, что взрыв был как бы с той стороны, с противоположной, с северо-восточной. Здесь, конечно, если бы только этот момент был в качестве доказательства прилета с северо-востока, то аргумент был бы слабый. Потому что можно было бы привести контраргумент, сказать, что камеры так работают, что они записывают видеоинформацию построчно. И, соответственно, в теории возможна такая ситуация, когда верхняя половинка кадра уже записалась по строкам, в этот момент уже произошел взрыв, но он еще не успел попасть в верхнюю половинку кадра, а вот нижняя половинка кадра уже снимает разрушение. Такие моменты бывали. Мы встречали, да. Мы такое встречали, но здесь все дополнительно подтверждается окнами, вмятыми дверями гаражей. Поэтому наш... А, кстати, ну и вообще, давайте теперь разберем версии, что это могло прилететь. То есть мы, как я сказал, практически уверены, что это прилет именно с северо-востока. Очень маленький, скажем так, процент оставляем на вероятность того, что, типа, не знаю, параллельно дому, условно говоря, как-то с юго-востока, допустим, как-то летел. Но это как-то совершенно невероятно нам кажется. Что могло это быть? Наиболее очевидные версии. Во-первых, возможно, работа российской противовоздушной обороны. То есть стреляет какой-нибудь комплекс, не знаю, там, С-300, например. Ракета летит, у нее происходит сбой почему-то, и она резко начинает падать вниз. Опять же, мы такое много встречали. Более того, буквально несколько дней назад были видеозаписи, опять же, из Белгорода прям, где происходит сбой, как мы понимаем, ракеты комплекса «Панцирь». Где видно, как она сначала стартует, и тут же внезапно начинает лететь вниз. И там куда-то прилетает. Слушай, а раз вы говорите, там нет поражающих элементов в ракетах? Мы до этого сейчас еще дойдем. Так вот, в принципе, такой сбой комплекса ПВО может произойти. То есть это я не имею в виду, что Россия прям целенаправленно из комплекса, допустим, С-300 решила выстрелить по дому в Белгороде, чтобы потом обвинить Украину. Это и не так сложно, мне кажется. Прям прицелиться и в подъезд шмальнуть из ПВО, из какого-нибудь С-300, как будто сложная задача. Ну, мы же не думаем, что прям конкретно подъезд был целью. В принципе, в дом, ну, в принципе, наверное, может как-то, можно прицелиться, можно. Так вот, такой сбой ракеты ПВО мог произойти, чтобы она внезапно сменила курс. Мы даже видели ситуации, ну, вообще в мире, когда там даже ракета Петрио-то бывало такое, что взлетает, и она разворачивается, и, понятно, чуть ли не вместо старта летит и взрывается. Такое тоже бывало. Более того, примерно в те часы шел, судя по всему, обстрел Белгорода из РСЗО, там других комплексов, я так понимаю. И просто есть прям конкретные видеокадры, забычлившие работу ПВО российского. То есть видны вот эти вот такие мелкие облачки, которые остаются от взрыва зенитной ракеты, когда она пытается перехватить какой-то летящий объект. Ну, есть прям одна видеозапись, я видел от очевидца, где прям слышен взрыв в небе, и потом падают какие-то осколки на крышу, где человек стоит. Могла быть ракета ПВО, которая вот так вот сбойнула и упала на дом. Может ли от ракеты, зенитной ракеты, обрушится подъезд? Здесь нам сложно сказать однозначно определенно, потому что все-таки мы не взрывать техники, но мы здесь просто исходим с того, что мы припоминаем отдельные случаи истории в этой войне, например, там из Одессы, когда обрушался целый подъезд, например, просто из-за прилета Шахеда. Казалось бы, такая маленькая боевая часть, но вот из-за Шахеда прям обрушался подъезд. Дальше. С одной стороны, все вот эти вот выбитые окна, вмятые двери гаражей, кажется, что это как будто бы фугасная часть, ну то есть по самому типу воздействия. А ведь зенитные ракеты, это же осколочные поражающие элементы, по идее должны быть. Но опять же, здесь мы не взрывотехники, поэтому просто нам кажется по совпадению момента, что мы в принципе из-за этого допускаем, что это могла быть зенитная ракета. Многие спросят, типа, а где следы осколков от зенитной ракеты? Но их можно сейчас и не увидеть, потому что разрешения-то большие, они могут быть просто под грудой всего этого бетона, бетонной крошки и прочего. И тем более, что сейчас, когда разборы завалов закончены, там все эти остатки, наверное, просто экскаватором будут сгребать, грузить в КАМАЗ и увозить. Поэтому могут и поражающие условные элементы и не найти. Поэтому тоже мы можем допускать, что мы просто эти элементы не видим. Но при этом может быть и как раз таки, и все-таки авиабомба, там как-нибудь ФАП-250-500 с комплексом УМПК, которая тоже не в первый раз сбоит и падает на Белгород. Помнишь, что тоже буквально на днях было такое падение авиабомбы на Белгород. И как раз в этом случае тогда бы отлично подходило то, что именно фугасное воздействие, когда прям так разваливается и вдавливает, выбивает окна, вдавливает двери гаражей и обрушается целый подъезд. Очень похоже на такую вещь. Просто, опять же, как я сказал, почему мы думали про ПВО в том числе? Потому что было бы логично, типа идет обстрел Белгорода, работает ПВО, есть следы работы ПВО. Но при этом есть и сообщения от украинских телеграм-каналов, мы прям сопоставили по времени, и прямо вот в те минуты, часы были сообщения, что идет применение авиационных бомб по Харьковщине, по разным населенным пунктам. Так что, в принципе, тоже подходит. Поэтому либо то, либо то, наиболее вероятная версия для нас. То есть мы практически верны, что это Северо-Восток, а вот про части была это ПВО или авиабомба ФАП, ну, не знаю, там плюс-минус, наверное, равны для нас пока что вероятность. Но в любом случае это получается российская страна, ее как бы вина из-за того, что произошло такое обрушение подъезда. Сейчас, по последним данным МЧС, они говорят, что спасатели работы завершены, разбор завалов завершен, и по последним данным 15 человек погибли, еще более 30 пострадали из-за этого обрушения. Ну и да, они там еще называли, что это якобы были ракеты .у украинские, что они еще отдельно говорили, что типа это именно перехваченная ракета, то есть обломок ракеты упал на дом. То есть как бы тем самым они еще дополнительно еще и оправдывали украинскую сторону. Ведь из-за того, что это перехваченная ракета, тут получается, тут никакой вины Украины нет. Это же ракета перехватили, она же там, потому что ты никак не можешь проконтролировать, куда она упадет, перехваченная ракета. Но здесь дополнительные сомнения возникают, потому что они говорят про точку У, а мы точку У давным-давно уже не видели, уже очень много времени. Поэтому как-то сомнительно. Я и так уже по другим моментам опровергу эту версию, но дополнительные из этого сомнения возникают. Ну и забавно было смотреть, как Минобороновский телеграм-канал «Война с фейками» постоянно путается, пытается подвести под необходимую трактовку своей геолокации. Потому что он сначала сделал геолокацию правильную, что пролет с северо-востока по дому, но ему там... Он понял, что наделал. Да, что не то получается что-то. Ему там в комментариях накидали, типа, зачем вы так его пишете, удалите срочно эту геолокацию, у вас получается, что свои же по своим же и ударили. Так что за этим тоже, конечно, довольно-таки забавно наблюдать. Вот такой наш вывод по Белгороду. Да, к сожалению, что не забавно, это гибель реальных людей, пострадавшие реальные. Ну, то есть, чем больше эта война развивается, то есть оружие, вот как сказал Руслан, оно довольно часто летит не туда, падает, плюс все скотчим друг к другу к примотану, причем с обеих сторон, я условно говорю, но вот там к советским истребителям приматывания западных ракет, так же, как и УМПК, которая тоже новая, что называется, разработка, и тоже иногда так сходит, иногда сяк сходит. За апрель и март мы видели, за апрель и март, да, правильно, мы видели, по крайней мере, Астра зафиксировала 20 сходов боеприпасов с российских самолетов, да, и из них мы видели, что бывает, когда они просто падают, а что бывает, когда они падают и взрываются, потому что один из таких сходов, это было 30 поврежденных домов, 10 машин сгоревших и 7 человек раненых. В этот раз мы видим, что, опять же, независимо от того, речь идет о ПВО или речь идет о ФАБе, это история про то, что во время войны, сюрприз, люди гибнут, причем гибнут с обеих сторон, не бывает так, чтобы гибнуть с одной, поэтому даже если вы супер верующий в Путина, в то, что Украина должна быть уничтожена и все такое, задайтесь вопросом, а готовы ли вы ради этой веры пожертвовать своей жизнью, жизнью своих близких и многих других людей, потому что это, к сожалению, будет происходить и дальше. А закончить все это можно одним днем, если российские войска выйдут с территории Украины, и тогда ни в Харькове, ни в Белгороде, ни в каких других городах больше не прозвучит воздушная тревога. Все так. Ну и забыл показать итоговый план схемы нашей версии, скажем так, как это выглядело. Вот прям конкретная геолокация, какой подъезд обрушился, в какой секции дома, прилет, соответственно, с северо-востока, то есть здесь это на картинке получается справа сверху, и разлет во внутрь дома, во внутренний двор. Вот так это примерно выглядел, этот прилет. Дальше, следующая тема, про которую, наверное, тоже, я уже и вижу, как некоторые это и говорили, мне писали в Твиттере, могут сказать, что типа, вот мало того, что Руслан ошибся по Шойгу, что его не отставят, так ты еще нам тот, который неделю подряд рассказывал, что ничего не будет по части Харькова, наступления, а вот бац, сразу началось Харьковское наступление, типа, как так, вот хреновый аналитик получается. Но здесь я не соглашусь, я по-прежнему считаю, что наступления на Харьков не будет, то есть и дальше давайте по порядку. Дальше, собственно, началось, как бы правильно назвать, вот эта вот атака на северо, ну, извините, на приграничные районы Харьковской области. И мы на летучках последних двух нашей команды долго спорили, как это в итоге называть. Потому что, с одной стороны, ну, да, это наступление, но с другой стороны, поскольку мы в большей части готовим все эти сводки, материалы, заявления для неспециализированной аудитории, наверное, когда они слышат слово «наступление» и в соседних телеграм-каналах при этом смотрят кадры эвакуации мирного населения из-за приграничных районов, кадры пусков реактивных систем и залпового огня. У них, наверное, в голове это складывается в картинку наподобие февраля 2022 года. Хотя по масштабу это вообще никак не сопоставим, это абсолютно разные ситуации. И мы не видим сейчас какие-нибудь колонны бронетехники, едущие в сторону там Харькова какого-нибудь. Ничего подобного вот сейчас нет. Больше всего нам это напомнило рейды РДК, как ни странно, в Белгородскую область. Ну, то есть, пользуются тем, что это приграничная территория, из-за того, что приграничная территория это такая серая зона, которая слабо контролируется обеими сторонами. И поэтому есть всегда возможность какими-то ограниченными силами зайти на несколько километров к противнику. Пользуясь тем, что это серая зона, взять под свой контроль приграничные небольшие поселки, устроить из этого большую пиар, большую шумиху, что типа вот мы там побеждаем, и выполнить свои задачи, и уйти. Но это в случае, если это рейд. Вот в случае РДК это были рейды. Вот там один из последних рейдов, это когда они таким образом типа влияли на президентские выборы. То есть рейд обязательно подразумевает, что вы зашли, выполнили задачу, ушли. И если мы увидим, что российские войска уйдут из этих поселков, то это получается был рейд. Но я думаю, что они нет, не уйдут. Поэтому мы и говорим, что мы путаемся, какой термин используют для этого? Наверное, используют слово атака. Вот. Атака на Харьковскую область. В итоге, по разным оценкам, например, Константин Машавец, он говорит, что вот это вклинение на территорию Украины, оно произошло на глубину там типа 3,5, типа до 4 километров. Другие исследователи, аналитики, приводят цифры там типа около 5 километров. Вот это вот полоса, которую смогли занять российские силы. Давайте, собственно, и карту вам открою сразу, чтобы было понятнее. Вот. Масштаб действий. Как видите, я сколько сейчас буду приближать, вот только вот сейчас начинает прослеживаться вот насколько-то это маленький-маленький-маленький размер захваченной территории. Собственно, даже когда мы в пятницу впервые на летучке начали обсуждать происходящие эти действия, действия российских сил, мой первый комментарий, не даст мне коллеги соврать, был типа, а разговоров-то было? Ну вот мы смотрим на карту, типа, сколько заняли территории и сопоставляем с тем, какая была новостная шумиха до этого, что типа там атака на Харьков и захват там больших территорий. А в итоге вот, вот это вот, что максимум они смогли сделать. Дальше. Ну и дальше уже пойду конкретно по комментариям отдельных лиц по этому поводу. Например, Олега Синегубова, главы Харьковской областной военной администрации. Он основной умысли вынесу из его поста, что нынешняя группировка войск, сил российских, которые осуществляют эту атаку, она не представляет угрозы Харькову. Ее хватит только вот для таких вот провокаций, какой-то он назвал, на северном направлении. Приведу комментарий и обзор Татаригами, известного аналитика группы Frontaligence Insight по этому поводу. Он пишет, что, ну его команды пишут, что захват поселков Стрелечье, давайте опять же включу карту, Стрелечье, вот оно здесь, красное, пыльное, Борисовка, он не был неожиданным, это ожидаемый маневр. Он считает, что цель этого маневра для того, чтобы отвлечь часть украинских сил с Донбасса, потому что, учитывая дефицит личного состава, Украина будет вынуждена перенаправить часть сил в Харьковскую область, чтобы оккупировать эту ситуацию. Почему так быстро захватили? Ну, он приводит те же самые аргументы, что програниченная территория, это серая зона, оборонительные линии ВСУ, основные на этом направлении находятся все-таки подальше от границы, до них еще там идти и идти. Я, кстати, сильно удивляюсь, в украинском сегменте есть обсуждение среди военных, что вот опять все разворовали, значит, никакой защиты не построили, и оно для меня выглядит немножко странным, ну, потому что, естественно, я еще до этого наступления я посмотрел по спутникам, в том числе линии обороны, так они за Волчанском, ну, то есть и построить... Да, далеко за Волчанском причем. И построить их на границе, судя по всему, было невозможно. То есть я могу понять претензию, что, не знаю, мин недостаточно лежит, да, потому что, ну, вот в предполье должны быть мины, ну, то есть там все должно просто заминировано нагло. Но отсутствие фортификаций, да, в большом количестве единого там, единой траншеи и окопа, когда у вас там нет линии обороны, судя по всему, по объективным причинам, потому что это как раз, как ты сказал, приграничье, серая зона, постоянно обстреливаются с закрытых позиций, ну, невозможно построить нормальные там фортификации. Я вот этой претензии не понял, и не понял, насколько она, не знаю, обоснована, не обоснована, потому что, вот опять же, если вы все откроете карту, вы увидите, что за Волчанском там, ну, несколько километров, и вот там уже начинается первая линия китайской обороны. 15 за Волчанском? М-м, окей. Да, если вот прям ровно по прямой, не по дороге, а вот ровно по прямой, по воздуху, то это 15 километров надо, а если по дорогам, это гораздо дальше, да. Ну, и вот, собственно, я думаю, теперь многие поймут все мои прошлые комментарии по поводу рейдов РДК, потому что, когда кто-то говорит, что, типа, ого, об границу прорвали, типа, нифига себе, границы не могут держать. Я каждый раз говорю, типа, да, это же серая зона, типа, ну, что тут такого, зашли на несколько километров. Это как бы так себе достижение. Легко можно так вот зайти и выйти, зайти и выйти, это серая зона. Вот то же самое и здесь. Серая зона, ее так проще захватить, ну, и при этом тяжелее, конечно, контролировать. Возвращаясь к Татаригаме, он еще говорит, что одной из целей этой атаки российской на эти территории является задача надавить на общественное давление, то есть создать общественное давление, посеять панику среди украинского общества, чтобы оно, может быть, начало требовать мирные переговоры с Россией. Вот. И он считает, что в этой всей атаке участвует подразделение российской армии численностью, сопоставимое с двумя армейскими корпусами. И есть подсчеты, ну, точнее, не подсчеты, а просто перечисления одного из исследователей, какие конкретно подразделения российские участвуют в этой атаке. Здесь видны подразделения как раз-таки двух армейских корпусов российских, 11-го и 44-го. 44-й корпус начал формироваться только в этом году. Это важно сейчас упоминать, потому что я думаю, большинство аудитории интересует не размер, там, типа, сколько полков, батальонов, корпусов, потому что для них это в голове не складывается, сколько это в людях конкретно-то, а сколько, например, в штуках людей сколько участвует в этой атаке. Почему я сказал, что важно упоминать, что 44-й корпус начал формироваться только в этом году, потому что мы полагаем, что за это время вряд ли его успели наполнить полностью, ну, по штатной численности. Это для нас, нам кажется, маловероятным. Плюс, опять же, мы не знаем, сколько в целом и по 11-му армейскому корпусу, насколько у них является наполнено по штатной численности их подразделение. Потому что, с одной стороны, там легко сказать, что типа там а-ля полк, мотоцерковый, это там столько тысяч человек, но мы не знаем, насколько он реально наполнен. Но наши прикидки, что в этой атаке участвуют, речь идет о тысячах человек, там, типа, ну, несколько тысяч человек, там, типа, не знаю, там, семь тысяч человек, там, до десяти, грубо говоря. Ну, вот такая совсем грубая оценка. Вот. Ну, точно не десятки тысяч. И, конечно же, эта цифра, она в масштабах задачи по, не знаю, там, захвату большой территории там, Харьковской области, это очень маленькая цифра, безусловно, однозначно. Тем более, что вот сейчас все говорят про Волчанск. Он близок к границе, там, буквально десять километров от границы, и российские войска подходят к нему. Это будет прям сложная задача для российских войск, потому что Волчанск до военное население 17 тысяч человек. Авдеевка, напомню, до военного населения 30 тысяч человек. Часов Яр, который, типа, захватим Часов Яр к 9 мая, до военного населения 12 тысяч человек, даже меньше, чем Волчанск. И Волчанск, точно так же, как и Часов Яр, разделен рекой на две части. То есть, дополнительная преграда для российских сил. Поэтому эта задача, на самом деле, сложная по захвату Волчанск. А напомню, что... Не отмолчать. Оборона выстроена, То есть сейчас Фьяр, он все-таки крепость уже считает, а Волчанский, я что-то не уверен до конца. Ну да, но в сравнении с темпом, как это было по поселкам Захваченым, это явно будет не то же самое. Мы не просто сходим, насколько я понимаю. То есть вот это вот все тоже, я называю это военно-информационной операцией, конечно, и то, что каналы там все это пишут, я еще понимаю, когда начинают паниковать украинские каналы аналитики, мне кажется, это немножко разводка, потому что буквально они зашли, даже Рыбарь писал, типа, вот эти вот три населенных пункта там на границе, это чистое поле, там ни хрена нет, они просто пошли по этим полям, это не является там захватом, незахватом, а просто движение, движение вперед. Вот, поэтому, мне кажется, паника немножечко язычна все-таки. Ну да, согласен. Ну и вот еще дальше приведу отдельные цитаты из обзора украинского проекта Deep State, тоже по этой ситуации, что они пишут, они, как и все, делят эту атаку на два таких фланга, скажем так, то есть западный фланг, это где вот те самые поселки Стрелечье, Пыльная, там Зеленая, Борисовка и прочего. Вот по части этого фланга они пишут, что россияне фактически заняли населенные пункты Мараховец, вот он здесь прямо по центру, как видите, Аллея Никола и Зеленая, вот собственно вот эта южная часть этого фланга, и продолжают движение в сторону населенного пункта Липцы, вот они, самые Липцы. Липцы, Слобожанск, это важный такой пункт, потому что здесь заканчивается естественная преграда в виде водохранилища вот этого. Дальше я про него еще буду говорить. Вот, но продвигаются они в основном пехотой, и собственно в этой атаке мы бронетехнику увидели там совсем мало, довольно-таки редко, и более того, были кадры подбитой российской бронетехники, там видеть, по-моему, четырех БМП, потом их геолоцировали, оказалось, что они вообще даже на российской территории, даже не на украинской территории были подбиты. И они стараются сейчас растянуть всю эту захваченную территорию российские силы. И второй фланг всей этой атаки на Харьковскую область, это то, что называют направление на Волчанск. Здесь приближаются к городу, город сам находится под плотным выстрелом, идет эвакуация гражданского населения. Были, как пишет Дипстет, сообщения о захвате населенного пункта Гатище, вот он тут уже отмечен по красному, но они, говорят, по информации уточняют. На самом деле, по Гатищам действительно была видеозапись от российских военных, снятая около дорожного знака, вот, где они, говорят, что типа Гатище захвачен, продвигаемся дальше к Волчанску, Волчанск жди. Ну и отдельно еще упомяну обзор Юрия Бутусова, который, отдельный ключевой момент упомяну, он пишет, что российские войска продвигаются медленно, не пытаются прорваться большими силами на каком-то узком участке фронта, создают давление на широком фронте и точечно концентрируют силы для атаки отдельных узлов обороны украинских сил там, где она организована. Потому что, вот, как я сказал, есть основная оборонительная линия, которая там примерно в 15 километрах от Волчанска, а перед ней, ну ближе к тем боевым действиям, где идут сейчас, есть просто отдельные опорники украинские. Ну и плюс каждый населенный пункт, он потенциально тоже является опорником, потому что жилые дома часто используют как такие укрепления, скажем так. Бутусов пишет, что угрозы наступления на Харьков сейчас нет, враг достаточно далеко, его силы ограничены, продвижения быстрого нет. Вот, дальнейшее продвижение россиян зависит от того, насколько тяжелые потери будут нанесены им сейчас в этой пограничной битве. И вот российские войска продверяют плотность украинской обороны, но имеют возможность подводить резервы, как он говорит. Поэтому не стоит недооценивать в целом эту битву. Короче, как я вижу, как я понял, все вот эти вот посты названных команд, аналитиков, исследователей, журналистов, вроде бы как все согласны с тем, что да, есть некоторое подвижение российских сил, оно небольшое, там типа оля там на 5 километров, оно не быстрое, идут маневры медленные, бронетехники используется мало, в основном пехота, угрозы Харькову никакой нету, и тут не идет речь о каком-то там, не знаю, масштабном прорыве, что-нибудь в этом роде. Именно по этой причине, возвращаясь к тому, с чего я начал эту тему, что я по-прежнему стою на своей позиции, по-прежнему никак мое мнение не поменялось, что попыток наступления на Харьков настоящих не будет. Будут вот такие вот попытки удержать эту маленькую полосу территории. Тем более, что, как мы знаем, всей этой группировкой войск сил Севера, которая, собственно, и ведет эту операцию, командует известный нам генерал Александр Лапин, который, ну, явно вот... Храни Господь его здоровье, долгих ему лет жизни и высоких профессиональных чинов. Надеюсь, следующий министр обороны, которого назначат через неделю. Да, поэтому он же ведь такой, как я его вижу, конечно, слава богу, я не знаю его лично, но вот как я вижу его, как сформировался у меня в голове его образ, исходя из всех публикаций, которые были за эти два года, он такой вот человек, который очень любит пиар, очень любит такого, что была картинка была, типа, а-ля такая победоносная, как будто прямо он находится в Великой Отечественной войне. Вот, и поэтому мы помним, как он в 22-м году, когда он командовал группировкой «Центр», были все эти видеозаписи, где он там подбадривал своих солдат, типа, вперед, вот так вот там, и приезжал на прям позиции, там, как бы давал какие-то наставления. И вот, наверное, поэтому мы видим, даже прямо есть, даже кадры есть, как идут просто пеший ряд идет солдат, которые пытаются наступать на украинские позиции. Но эффективность одной только пехоты без бронетехники, мне кажется, заранее очевидна. Вот, поэтому я понимаю, что, и мне кажется, что вероятность развития какого-то масштабного наступления, она минимальная здесь, на этом направлении. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, условная программа «Минимум» и «Максимум», ну, то есть, чего бы ты ожидал, то есть, докуда Россия сможет физически дойти, что будет являться, так сказать, успехом для этой группировки, и что будет являться провалом? Ну, мы считаем следующий, какой мы прикидываем, что у них, наверное, план находится в голове. Вот мы составили схему вчера на летучке. Здесь красным почернуты те населенные пункты, поселки, которые уже захвачены, и вот прорисовываются те самые два фланга. Это как бы западный, где вот это вот стрелечие, красная, пыльная, борисовка, и восточный, где направление на Волчанск. С обеих флангов у российских войск есть естественные преграды, которые они используют для того, чтобы им не били фланг украинские войска. Соответственно, западного фланга – это у нас, получается, Травенское водохранилище, вот оно здесь находится, и оно тем самым защищает наступающие на глубокое и на липцы российские войска. Они могут дойти до липцев, а дальше уже этой преграды не будет. Если они дают до липцев и захватят их, и Слобожанское тоже, то нам кажется, что они дальше, пользуясь другим муромским водохранилищем, находящимся вот здесь, чуть юго-восточнее, повернут, скажем так, на восток, чтобы соединяться с восточным флангом всего этого наступления. На восточном фланге здесь, как я говорю, атака идет на Волчанск, и вот это выделено синим, это тоже естественная преграда, это северский Донец-река. Вот, и задача, если в итоге все пойдет успешно, то и дойдут до липцев, и захватят липцы, и из Слобожанское повернута на восток, и захватят веселое, и дойдут до рубежного, вот этого рубежного, дальше уже, наверное, повернут, скажем так, на север, чтобы выйти на Волчанск и участвовать в атаке на Волчанск. Но мне кажется, этот план, который мы сейчас обрисовали, наверное, он у них существует в голове примерно вот таким, как мне кажется, но он с учетом задействованных сил как-то чересчур масштабный для такой группировки, скажем так. Ну, то есть, как сказал, тысячи человек. Поэтому это, наверное, все-таки на долгое время. Мне кажется, что, скорее всего, будет медленное-медленное продвижение, как это было, собственно, на Авдеевско-Покровском направлении, очень потихонечку, тратя большое количество сил, солдат, иногда техники, без каких-то масштабных рывков, масштабных прорывов. Так что план, который я обрисовал, это прямо, как я сказал, на длительные времена. Вот, это наша прикидка. При этом, как я сказал по-волчанскому, поскольку российские войска не умеют захватывать города, как они действуют, они всегда просто сравняют город с землей. Мы уже видим кадры, собственно, сравнение с землей волчанской с помощью артиллерии, авиабомб активно применяется. При этом, прямо под обстрелами идет эвакуация мирного населения. То есть, мирное население здесь подвергается угрозе путем действия российских сил, безусловно. Вот, и мы видим, как пытаются людей выкрыть. Конечно, наверняка, как всегда бывало, в зафете два года будет та часть населения мирного, которая в упор откажется уезжать из-за опасного местности. Поэтому это тоже дополнительная угроза мирным жителям, которые там остаются. Чтобы облегчить себе задачу всего этого наступления, этой атаки, российские войска начали бить по мостам различным в тылу украинских сил, чтобы затруднить им снабжение. Например, ударили по мосту через реку Волча, в районе населённого пункта Волчанские хутора. Это, собственно, вот он, Волчанск, проходит река. Вот здесь ударили по одному мосту, там, где Волчанск соединяется с посёлком Тихое. И также ударили по мосту, который находится чуть восточнее, в районе населённого пункта Зыбино. Тоже сейчас вам покажу оттуда кадры. Тоже прицелились, ударили по мосту, и вроде бы как его разрушили. И также ударили по мосту в районе населённого пункта Старый Салтов, это где река Северский Донец, тоже чтобы нарушить снабжение украинских сил. Пытаются таким образом облегчить свою задачу. Вот такая ситуация по этой атаке на Харьковскую область. Как я сказал, моё мнение по всей ситуации никак не изменилось. Вот просто проведу аналогию. Если меня сейчас спросят, возможно ли новая атака наступления на Киев? Тем более, что буквально недавно на днях Александр Павлюк, командующий с охлопотными войсками, сказал, что такие планы Россия не бросила. У него всё ещё есть такие планы, атаки на Киев. Я скажу, что нет, невозможно. И в ближайшие годы не предвидится. Потому что нет таких ресурсов для атаки на Киев. Но при этом может ли случиться такое, что какому-нибудь генералу в духе Лапина, ну и по согласованию с Герасимом или кто-то будет на его месте, взбросить в голову идея, опять же, перебросить часть подразделений войск в Беларусь, на границу с Украиной, и вот начать примерно похожую атаку на север Киевской области. Да, такое может быть вполне. И наверняка в такой ситуации они тоже смогут продвинуться там, на какие-то там считанные километры, захватить какие-нибудь там приграничные посёлки. Но это не создаст угрозы Киеву. Вот поэтому я и говорю, что нет, атака на Киев невозможна, и атака на Харьков тоже невозможна. А это вот отдельные просто мелкие атаки, которые, да, тоже мешают украинским силам. Вот так вот. Дальше тоже важная тема. Удар по Донецку. Там, ой, сорян, мне эту картинку показываю. Там был удар по ресторану Paradise. И рядом с ним проходил сбор автопробега в честь десятилетия самопровозглашённой ДНР. Но что интересно, ну, во-первых, конечно же, сейчас оккупационные власти приводят данные только по погибшим гражданским. В частности, они называют, что погибло трое человек, это сотрудница заведения, и двое посетителей. И ещё восемь человек получили ранения. Но вот интересно, что телеграм-канал Досье Шпиона пишет, что идентифицированы тела четырёх офицеров вооружённых сил России, которые погибли в результате этого удара по этому ресторану. И там называются прям конкретные имена. Один из них майор, другой капитан, который из бригады специального назначения ГУГШ из Сенежа, то есть это силы специальных операций. И ещё парочка там военных, которые в судане капитан и старший лейтенант, их подразделение пока не идентифицировано. То есть довольно-таки, скажем так, лакомые цели. Не знаю, может быть, потом обнаружится, что там были ещё какой-нибудь а-ля полковник или вплоть до генерала. Ну потому что, типа, праздничный день, десятилетие этих самопровозглашённой республики, ресторан, почему бы там не бухнуть. Вполне, может быть, мы в будущем не видим какой-нибудь Некарлог на более важную цель. Вот, такой вот был важный удар, прямо скажем. Ещё по части ударов. В пятницу был удар по нефтебазе в Ровеньках, в оккупированной части Луганской области. Вот, собственно, мы видим типичные кадры пожара. Есть фотография суббоеприпасов от кассетного ракеты Атакамс. И есть ещё спутниковые снимки Фермс, показывающие пожар. И здесь нужно обратить внимание, что эта нефтебаза находится в черте населённого пункта. То есть, прямо рядом с жилыми массивами. И, видимо, по этой причине в результате этого удара по текущим данным известно, что 4 человека погибли, 11 ранено. Но здесь я просто подчеркну, что это как и с военными целями в жилой черте. Если она находится в жилой черте, то кассетными боеприпасами по ней бить нельзя, потому что это неизбирательное оружие. Нужно бить высокоточным оружием. Здесь, судя по всему, применили, к сожалению, кассетное оружие. И вот, как видите, погибли и, судя по всему, и гражданские тоже. При этом, по части вооружения важные новости. Первое, то, что Госдепартамент объявил о том, что он одобрил продажу для Украины срочной продажи трёх установок Хаймерс, РСЗО, общей стоимостью 30 миллионов долларов. И это будет не в рамках выделенной помощи, там, вот этих, то, что 61 миллиард долларов согласованных Конгрессом или там ещё чего-нибудь. Это будет оплачено, причём оплачено правительством Германии. Это покупка этих Хаймерсов. И их в срочном порядке поставят Украине. Мы помним, что были, по-моему, то ли один, то ли два подтверждённых потери Хаймерса, когда попали по ним. Так что вот замена приходит довольно-таки быстро. И это хорошо. Новость, которую мы долго ждали, но не конкретно по этому выражению, а просто подобную новость, что Франция передаст Украине подлежащую утилизации ракеты Скальп. То есть, вместо того, чтобы избавляться от старого оружия, которое им уже не нужно, просто его причём зря уничтожать, они отдают это Украине. Но всё равно же там оно будет использовано, оно таким образом будет по-другому уничтожено. Вот этого мы впервые наконец-то это видим, до граждану подобную новость, потому что сколько мы подобных инцидентов видели по-другим странам, которые утилизируют различную технику или вооружение, которое казалось бы, вот просто вам же даже будет это дешевле для вас, если вы просто отдадите это Украине, а им это будет полезно. Нет, вы тратите деньги на то, чтобы это прямо утилизировать по правилам. Ну вот Франция, к счастью, в этом плане она поступила иначе и решила эти Скальпы самые Украине отдать. Отлично, хорошая новость. Правда, я не знаю, какое количество, это тоже интересный вопрос, но самый интересный главный подход. Как я и обещал на прошлой сводке, наша команда в очередной раз проанализировала парады 9 мая в России. Мы так делали и в 22-м году, мы так делали и в 23-м году, мы так сделали и в этом году. Проанализировали больше 50 городов. Как я тогда на прошлой сводке подчеркивал, судить по московскому параду о состоянии вооруженных сил России нельзя, потому что он специально отличается от всех других, потому что к нему приковано основное внимание. И что мы можем сказать по итогу всего этого анализа? Как и в прошлом году, главный аппарат на красной площади прошел без гусеничной техники, не считая танка Т-34 отличался скромностью. Формально количество техники немного даже выросло с 50 до 60 единиц, но это в основном за счет роста числа боевых бронированных машин и бронеавтомобилей. В целом, представленное в 24-м году на парадах число единиц вооружений и войсковой техники практически не претерпело изменений по сравнению с прошлым годом. То есть, в прошлом году это 912 единиц техники, на всех парадах, которые мы проанализировали, в этом году, наоборот, 912 в этом году, а в прошлом 910, то есть разница в 2 единицы. То есть, в итоге, та тенденция, которая прослеживалась между 2023 и 2023 годом, когда резко уменьшалось количество техники, она уже отсутствует. И сейчас, видимо, эта тенденция, она уже наблюдаться дальше в следующих годах не будет. И, соответственно, скорее всего, сейчас на парадах используется та техника, которая находится в пунктах подставленной дислокации воинских частей, в учебных центрах, военных училищах, полигонах, которые используются для обучения, например, срочников. И, скорее всего, она будет использоваться и в следующие года тоже. Поэтому, скорее всего, больше такого риска в измене численности мы больше не увидим. Вот. И по части количество городов тоже, ну, где аппараты отменяли, тоже почти не изменилось. То есть, в прошлом году 14 городов отменили аппарат, в этом году 15. То есть, примерно плюс-минус то же самое количество. Вот. Думаю, наверное, наверное, незначительное сокращение ряда наименований этой техники в будущем мы, может быть, увидим, но общее количество может быть и будет расти за счет использования более простых в производстве бронемашин и использования их именно в парадах. В общем, такие вот у нас выводы. У нас это будет отдельная прям публикация. И отдельно здесь поблагодарю нашу команду волонтеров, которые потратили на это несколько дней, там, собрали все-все там фото и видео со всех этих парадов, поиндентифицировали там каждую единицу техники, составили прям табличку. И табличку вы тоже можете посмотреть, она у нас будет в открытом доступе и потратили на это время. Спасибо всем нашим волонтерам. И вот это у нас основные новости на данный момент. Спасибо тебе большое и до встречи в среду. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok